здравствуйте вы на канале как что где когда и с вами я лидия шилова в этом видео я хочу с вами поделиться очень хорошим рецептом одной маски которую я попробовала недавно но как я уже говорила все маски которые я рекомендую я вначале использую на себе у меня очень раздражительная кожа очень чувствительная кожа на лице да и вообще вся кожа и поэтому я когда выхожу на улицу если где-то снег если где-то дождь а я живу в ванкувере у нас очень часто дожди у меня раздражение на коже появляется периодически то шелушение то покраснение и мне постоянно приходится с этим бороться так вот я для себя открыла чудодейственный порошок маринга его еще называют действительно чудо порошком я не знала что это такое поэтому я немножко вам расскажу и очень долго вычитывала в интернете и спрашивала у друзей у знакомых что это такое потому что я этот порошок совершенно случайно увидела у нас корейских магазинах и спросила что это такое оказывается это чудо порошок который не только хорошо употреблять для масок для лица и так далее но и вообще очень хорошо употреблять во внутрь пищу выпить его в коктейли и очень много применения в салаты борщи ну куда угодно да и нужно его применять потому что он очень очень богат витаминами кроме того он очень сильный антисептик и когда я увидела и прочитала о нем и начала больше изучать что же такое маринга да я сделала маску и попробовала эту маску на себе и действительно в очень большом восторге от результата этой маски потому что во первых кожа сразу приобрела нормальный человеческий как говорится цвет ушли покраснение ушли раздражение у меня как раз как раз обветрилась кожа потому что у нас пару дней был и дождь и ветер и мне приходилось бывать на улице и соответственно кожа у меня сразу почувствовала изменение в этой погоде у меня в момент появилась и шелушение и раздражение так вот я вам скажу сразу после первого применения я увидела себя утром ну ну просто как вот новый человек я даже не поверила что такое может быть кроме того маринга очень хорошо для людей я рекомендую у кого есть акне она очень хорошо дезинфицирует кожу она очень хорошо лечит кожу она очень хорошо сглаживает кожу да и убирает вот эти вот ваши акне то есть лечит это уходит это все я в таком восторге что я даже говорю и и заикаюсь да если вы будете смотреть сейчас мою рецепт моей маски для тех я рекомендую сразу для тех у кого акне у кого какие-то порезы шелушение на коже или же но очень раздражительная кожа да то есть вам нужно ее вначале подлечить то когда вы будете применять мою маску не употребляйте вы можете употреблять молоко или сметана которую входит состав эту маску вернее молоко и сливки но я же рекомендую у кого действительно нужно подлечить кожу сделать себе место молока или сливок жирных сделать себе завар ромашки или же череды череда даже еще лучше ромашка успокаивает очереда тоже помогает дезинфицировать но можно из молока или сливок да но тоже как бы успокаивает кожу и питает кожу так вот что делает эта маска маска убирает морщины маска снабжает кожу очень многими витаминами потому что маринга порошке маринга есть намного больше витаминов чем моркови чем в цитрусовых витамина c я это расскажу по немножечко позже вот она подтягивает кожу она увлажняет кожу она лечит кожу она дезинфицирует кожу она ну ну омолаживает кожу это очень сильный эффект потому что очень большое количество витаминов то есть когда вы попробуете эту маску вы будете просто просто в восторге поверьте мне я все что я рекомендую я испытываю вначале только на себе начинаем готовить нашу маску для нашей маски нам понадобится маринга порошок масло маринга вот у меня на такой бутылочки нам понадобится молоко или сливки я беру 33 процента сливки нам понадобится хлопья овсяные они у меня вот в такой банке я их измельчила уже до порошка и нам понадобится посуда и лопаточка а также чайная ложка вот это у меня чайная ложка видите да рецепт нашей маски порошок маринга 1 чайная ложка порошок овсяных хлопьев 1 чайная ложка масло маринга 20 капель сливки или молоко по необходимости чтобы довести эту массу до консистенции густой сметаны значит для начала мы берем одну чайную ложку порошка овсяных хлопьев которые я измельчила в кофемолке так и нам надо взять 20 капель масла маринга у меня тут капли сделать немножко сложновато потому что в такой бутылочки я беру на глаз ну вот так вот и молока или сливок нам нужно взять столько чтобы получилась наша маска до густоты как бы сметаны до плотность такая как густая сметана вот такая вот маска у нас получилось осталось нам что сделать почистить хорошо кожу очистить ее для того чтобы нанести нам маску маску нужно накладывать на кожу и зону декольте не нужно ложить под глаза в зону под глаза и на верхние века то есть как обычно мы наносим эту маску держим маску 15-20 минут затем смываем теплой водой прохладной водой или же если у вас есть лед можно очень хорошо теплой водой затем льдом это будет еще дополнительный массаж ну вот подходит к завершению моё видео я надеюсь что информацию которую я хотела сегодня с вами поделиться вам понравилось и пригодится желаю вам успеха если понравилось мое видео подписывайтесь на канал я буду очень рада благодарю вас за внимание и до новых встреч всего вам хорошего до свидания